Я думаю, что вот такой вот грандиозной вселенской шары не состоялось, потому что украинцы ждали народный поддержанный автомобиль, который бы они могли приобрести за одну или две тысячи евро. Естественно, в связи с тем, что автомобиль 2010 года должен быть со стандартом Евро-5, то такой шары не будет. То есть ввозить можно же в страну только те автомобили, которые после 2010 года выпущены. И которые, естественно, имеют эко-стандарт Евро-5. То есть, условно говоря, речь идет об автомобилях, которые находятся в ценовой группе, ну скажем, 10-12 тысяч евро. Скорее всего, да. То есть я помню, мы считали накануне с коллегами, что тот автомобиль, который стоил 17 тысяч евро, теперь можно будет купить за 12. Но это не идет о ценовом сегменте, речь там в 2-3 тысячи долларов. Безусловно. Ну хорошо. Слушайте, а вот говорят, что автобизнес теперь будет плакать огромное крокодилями, слезами, и что там те автосалоны, которые торговали новыми автомобилями в бюджетном сегменте, что они теперь все. Да, у них большая проблема, но не только у них. Не нужно забывать, что мы же всегда думаем о шаре с той стороны и забываем о том, что, ну вот, например, у вас автомобиль марки Skoda Octavia, да, и эта Skoda Octavia стоит 10 тысяч долларов сегодня на нашем закрытом рынке. Когда границы открылись, сколько будет стоить Skoda? Ну, тысяч семь, наверное. Тысяч семь, но мы-то думаем следующим образом. Я свою Skoda продам за 10 и куплю BMW и за границей за 8. Так не будет. Вы уже полиняли. Моя машина сегодня, вчера днем подешевела. Да. Я на этот счет коду и отчет, но просто я собираюсь на ней ездить еще ближайшие годы. И это вас спасает. Да, безусловно. Это положительные изменения, потому что у вас лучший выбор. И вообще, когда мы говорим, что автохлам, когда мы говорим про европейский автомобиль 2010 года выпуска, навряд ли это автохлам, потому что средний возраст автомобиля, который ездит по дорогам Украины, далеко за 20 лет. И когда, условно говоря, в наших прайсах появится подешевевший автомобиль? Шара наступает буквально со следующего места, если подпишет закон президент.